Так выжившие из ума пропагандисты прокомментировали обстрел Киева. Могли бы просто промолчать, но российская пропаганда буквально смакует убийство людей. И потом они утверждают, что армия РФ не бьет по мирным. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Это Артем Шейнин, топ-пропагандист уровня Соловьева Симоньян Искобеевой. Он, как и положено, ярый антизападник и ненавистник Соединенных Штатов. Но оказалось, что его сын Дмитрий Шейнин проживает как раз в штате Теннесси, в ненавистных отцу США. А дочка Артемки тоже предпочитает находиться в ненавистной Гейропе, а не в родной Говине. Все предсказуемо, все как обычно. Главная пропагандистка Первого канала Екатерина Андреева дала интервью светской львице Светлане Бондарчук. И вот что мы узнали. Во-первых, она патологически зациклена на себе. Разбирается в акупунктуре. Может без помощи редактора написать текст для программы «Время». А еще хорошо играет в шахматы. И так же хорошо, цитата, видит в темноте. Кроме того, Андреева знает все на свете лучше всех на свете. Ведь бабушка ведущей Андреева не забывает напомнить, что она коренная москвичка. Работала в Ленинской библиотеке. Поэтому Андреева с детства читала запрещенные книги и секретные документы. А еще в университете она написала работу о сходстве политических режимов Сталина и Гитлера. По нынешним законам эту работу можно назвать реабилитацией нацизма. Я писала просто про схожесть в чем-то режимов Сталина и Гитлера. И одинаковые песни, много тем по армии, там еще и еще. Потом у меня бабушка работала в Ленинской библиотеке. И я, в общем, имела доступ к секретным архивам. Во-вторых, пропагандистка Андреева увлечена работой по графику. Полгода отдыхаю, полгода пропадаю в студии Первого канала. Где всегда говорят только правду и ничего, кроме правды. И когда вот, кстати, в работе иногда бывает такое, что какие-то люди обвиняют нас в том, что мы что-то сказали не так, это неправда. Потому что мы все факты проверяем. И если бы мы лгали, на нас бы столько бы судебных исков бы обрушилось. Ну, то есть вы поняли. Распятый мальчик и выдуманный украинский истребитель, который сбил ракетой малазийский Боинг в 2014 году. Намек на взятие Киева за три дня в исполнении Артема Шенина в начале 22-го. Ну, все это, наверное, тоже правда. Мы просто никак не можем в нее поверить. А вообще, знаете, почему десятки фейков Первого канала — это правда? Ну, потому что за последние 10 лет никто не засудил Первый канал. Значит, точно стопудовая правда на правде и правды погоняет. Кстати, цензуры на канале тоже никогда не было. Там меня так никогда не заставляли говорить такое, что прям противоречит моим убеждениям. Вообще такого не было. Такого не везло? Мне везло, да. У меня такого не было. Ну, теоретически это могло бы быть. Ну, слушай, если могло бы быть, но не было, значит, не было бы. Значит, не могло бы. Потому что если бы могло, то было бы. На вопрос, правда ли Андреева попала на ТВ по протекции матери, ведущая отвечает, что была самостоятельной уже с трех лет. И в одобрении матери не нуждалась, что бы это ни значило. Тоже я, конечно, прочитала какие-то о тебе истории, что тебя мама отправила на Курск. Ну, нельзя сказать отправила. Меня вообще родители не могли никуда отправить. Потому что я была с детства, с трех лет очень самостоятельной девочкой. Андреева, судя по всему, верит гадалкам и предсказателям. Одна из них, ее ведущая называет сербской вангой, якобы предупреждала Андрееву, что в подлодке Курск есть живые моряки. И она позвонила мне и сказала, я прошу тебя торопись. А там есть живые люди. Она назвала точное число. А я говорю, а как я могу торопиться? Она говорит, вот энергетически торопись, чтобы успели. И норвежцы же успели. А вот Андреева не успела. Моряки погибли. А виновата в этом неплохая подготовка испытаний и собственного военного руководства. Алихей, 90-е. Люк у Курска был поврежден. А водолазный флот в 90-е годы был расформирован. Тоже непонятно. Не буду в это влезать. Это не моя история. Если бы я была министром обороны, такого бы никогда не произошло. И да. Пропагандистка уверена, что обладает сверхъестественными способностями. Она, например, всегда выигрывает казино. Поэтому во многих из них ее внесли в черные списки. Интересно, конечно, где она сейчас играет, если в России казино давно под запретом, а сама Андреева под санкциями. Впрочем, гражданство Черногории, которое она получила еще в 2011 году, за особые заслуги перед страной, ей в помощь. Ну а какие такие заслуги, спросите вы? Екатерина Андреева умеет настраивать людей на успешный успех. Отвечу я вам. Я многим известным людям могу индукторам дать некие вводные советы. Если они это слушают, они победители. Если нет, то по-разному может быть. Но в основном тогда нет. А еще Андреева убивает людей одним ударом пальца. Прямо как ее учитель. То есть мой учитель может ударом пальца точкой убить человека. Я знаю эти приемы. Ну и, конечно, как у лидера людей Икс, Андреева обладает убойной энергетической силой мысли. При помощи этой способности пропагандистка однажды расправилась со сталкером. И тогда я включила вот эту энергетическую силу мысли, которая может отбить человека просто на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, я быстро села в машину и уехала. Ну и давайте пару слов про жизненная креда Андреевой. Любую критику в свой адрес ведущая пропагандистка страны отвергает. Мне пишут иногда какие-то люди, какие-то письма, какие-то гневные там обличения, что-то. Они никак не могут понять одного. Это для меня все фиолетово, понимаешь? Это меня никак не трогает, не раздражает. Мне нельзя этим выбить из седла. Болевые точки мои, они не знают. А еще, как вы, наверное, уже поняли, Андреева восторгается буддистскими, биоэнергетическими. И черт знает еще какими сомнительными практиками, которые с точки зрения православия относятся к сатанизму. Это специальная техника буддистская, БОН. Я забираю их энергию, даже злую. Зависть, злобу, проклятие, ненависть, то что всякое бывает. Перерабатываю это и беру себе, и это у меня как топливо. Пала по системе Леонардо да Винчи. Спишь 15 минут, потом 45 минут бодрствуешь. И вот так круглые сутки. То есть ты не выключаешься на какое-то количество времени на сон. Я эту систему освоила давно, она для работы мне помогает. Проноямы, медитации. Хорошо очень разбираюсь тоже в окупунктуре. Так, в середине интервью начинается откровенная дичь. Оказывается, у Путина на руке есть символ власти. Но какой это символ пропагандистка не говорит. У меня есть на руке символ власти. То есть как бы если это что-то на руке... У меня нет. У меня нет. Если он есть, то... А у тебя есть? Не скажу. Есть. То это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокие посты. Ну что, давайте попробуем угадать. Возможно, символ власти на руке вождя это инопланетная сверхспособность. Ну вот такая, к примеру. Что же вы скажете, увидев, как мы пишем? Окей. Сразу после разговора о символах власти Андреева решается объяснить, что кремлевский диктатор велик. Еще и потому что вот почему. Плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнульфини, Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнульфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Не-не-не, не Путин похож на герцога с картины, а герцог из прошлого похож на Путина. Понимаете, теперь какое здесь заложено сакральное величие. Чем знаменит герцог Арнульфини? Он собиратель итальянских земель. Таким-то образом, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, где можно понять, и он об этом знает, потому что мы с ним это обсуждали. Путин давно в курсе, что ведущая новостного прайма на Первом канале ебанутая. Ну ладно. Зато она красиво оправдывает войну. Знает, что его задача, которую он сам себе поставил, она правильная. Сохранить. Да, и приумножить, вернуть. И главное, Андреева не замечает, что вторжение в Украину – это кровь, боль, убитые, раненые, без вести пропавшие, сломанные судьбы, разрушенные семьи и уничтоженные дома. Но зачем же о грустном? Главная пропагандистка – влиятельный человек не только в политике и журналистике, но и в мире кино. Она лично знакома с семьей Михалковых. И более того, именно из-за рецензии Андреевой свет увидел самый кринжовый и провальный фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». А все потому, что Андреева чувствует правду. Я говорю, Никита Сергеевич, а почему вы мне задаете этот вопрос? Он говорит, Катя, потому что я знаю, что ты очень четко чувствуешь правду, и если тебе покажется, что что-то не так, ты мне скажешь. Я сказала, что финальная сцена – это просто восемь Оскаров. В этой очевидно выдуманной сцене из «Утомленных солнцем 2» сумасшедший немец провожает колонну советских танков на Берлин, а русская женщина, пережившая оккупацию, заступается за безумца перед солдатами Красной Армии. Сцену разбирал Бэткомедиан, и да, она выдумана от начала и до конца. Финальным аккордом этой ахинеи является сцена, в которой из дома советской бабки, потерявшей на войне всех, выскакивает неадекватный нацист, застегивая штанишки. После пяти минут истерики странная парочка решает, что злые советы их убьют. Но Котова, которая вдруг научилась говорить, улыбается и объясняет, что они едут на Берлин. И лыбящаяся колонна во главе с Котовыми первыми движется в логово зверя, отдавая честь сумасшедшему нацисту. Удивительно, а я вот читал мемуары, там все пишут, что как только заходили на землю, которая была захвачена, то у солдат еще долго улыбок не было. Но не для Андреевой. Ведущая утверждает, вот все, что там было, это все правда. Так и было. Мало того, что русские не сдаются, они еще и вот умеют простить искренно так, чтобы стать над ситуацией победителями во всем. В общем, видимо, это такая же правда, как и все на Первом канале. Сила, значит, правда не в силе. Сила в правде. Поэтому в этой формуле заложено... И... 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 И...